Мне сейчас просто комфортно здесь на русском говорить. Здесь казахи на русском говорят. Ну в Алмате там много кто по казахски разговаривает. Ну кто разговаривает по казахски, это кому комфортно. Гастарбайтеры разговаривают по казахски, а остальные нормальные казахи, им комфортно на русском разговаривают. Подожди, подожди, гастарбайтеры по казахски? Откуда, из каких стран гастарбайтеры по казахски говорят? Это интересно. Приезжие на родину казачьи. В смысле там еще из Ирана, из Китая? они не гастарбайтеры получается вот и гастарбайтеры есть они подожди я вчера вот одного блогера посмотрел он тоже такой веками какими веками мой дедушки из украины приехал в казахстан в начале 20 века казаки казачьи станет устанавливали конце 19 века казахи которые в иран когда уезжали они тоже не столетиями в казахстане и получается вот эти кто вернулся иран китай они этнически казахи которые могут сказать что мы не жили столетиями то есть они живут практически дольше тебя в казахстане шли воины я тебе скажу да эти этнические казахи бежали отсюда блять в ужасе да а ты чё не значит а подожди а ты не знаешь причину этого что их просто это был геноцид и просто искоренялись ты чё ты история не да и историка я знаю что их искореняли это был настоящий геноцид когда советская власть пришла она просто всех или не тех кто были против режима просто всех их просто искоренела это был факт эти люди сейчас вернулись на исконную родину казахстан это все равно что вот есть поздние переселенцы может услышал немца до который вернулись германию да они считаются книжки немцы по твоему мнению они получаются гастарбайтеры они гастарбайтеры они вернулись на свою сконную родину также какие казахи из китая и нет я не считаю сработать потому что я разговаривали по-немецки и понимаю понимаю а вот ты ты не хочешь по-казахски ты ты сказал что понимаешь русский язык он не является государственным а там конституция стоит международный язык просто для общения как английский как французский язык как и тот же китайский а государственный это казахский нет зачем вот это ты мне сейчас говоришь что вот я ничего не понимаю мне интересно твое мнение узнать ты живешь в Амалаке в Казахстане мне конечно я там могу много чего наговорить но ты там живешь и ты мне только сейчас сказал что эти люди гастарбайтеры меня это очень сильно удивило ты знаешь блять мне вот нравится жить разговаривать у меня казахи друзья на русском говорят мне насрать блять на каком языке какой изучать что мне самое главное люди нормально и все хорошо ты в какой шфере работаешь на скорой помощи вот смотри на скорой помощи вот и водитель да или ты врач там водитель да ну как-то тебе это не сильно относится ты можешь просто водить автомобиль да и пофигу да ну хорошо а врач допустим будет как ты выражаешься который приехал из китая пару лет назад и работать на скорой помощи например идет вызов вызов и он тебе пытается сказать где это находится а ты его не понимаешь на казахском языке и как то что тогда делать потом пациент погибает вы вовремя не добираетесь до этого пункта врач не спасает пациента только из-за того что ты не понимаешь вот видишь как это твоя работа да вот я тебе скажу ну смотри по германии но я не работаю водитель на скорой помощи но например если бы у меня такая работа была ответственная и я бы не разговаривал по немецки я даже не могу себе представить как бы это было но здесь тебя не поставить на ответственную работу если по немецки не разговариваешь но в казахстане у вас еще походу срабатывают такие номера а что будешь делать если допустим тебе скажут нужно пройти тест на казахский язык письменно устно там читать там не важно просто тест и ты не сможешь никого подкупить а положить там парочку тенге там карман там а чисто тебе придется узнать что ты будешь тогда делать чтобы оставить свою работу это казахстан детка здесь совсем другая жизнь ну сегодня так завтра будет по другому правильно это даже не россия все меняется этот блин казахстан он всегда будет казахстаном да но в россии что ж не можешь по казахски разговаривать то будешь по русски разговаривать правильно хоть ты водитель скорой помощи вот в россии например да да в бурятии ты можешь по бурятски разговаривать в баннерах нет татарсанин на татарском но центральной полосе России ты можешь по русски разговаривать знаешь здесь у нас как говорят политики разговаривая на том языке на котором тебе комфортно ну это неправильная политика значит политики какие то неправильные у вас ты вот сейчас хочешь как разжигать межнациональную рознь что ли почему да я не разговариваю вот ты еще один я хочу просто чтобы ты ну как бы я тебе уже 45 лет это бесполезно тебе что-то объяснять да ну может быть хотя бы после этого разговора ты начнешь думать а может быть и правду этот человек вот этот из Германии был прав была так но нет 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 не